Итак, сегодня четверг вечер, уже 17 часов, все должны пойти домой. Но все решили собраться, чтобы понять, что делается нового в этой проблеме рак лёгкого, что мы можем тремя учреждениями специализированными онкологическими, куда дальше идти, ну, чуть-чуть небольшой, так скажем, небольшая остановка между нашими ежедневной работой, между нашими ежедневными заботами, для того, чтобы понять направление, куда нужно следует двигаться дальше. И вот первый доклад, первый опыт применения в России нового метода навигационной системы КТ, СИРИО, да, системы роботизированной контроля операций для чрезкожной транстракальной биопсии опухолей лёгкого и средостения. Здесь докладчик из онкологического диспансера, как имя, отчество Дмитрий Александрович Полежаев. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, добрый вечер. Всегда испытываешь различные чувства, но прежде всего волнение, да, когда заходишь здесь в этом учреждении на трибуну, тем более с докладом. Наш доклад посвящен, название уже объявили, я представляю два учреждения, это Санкт-Петербургский городской клинический онкологический диспансер и кафедра онкологии Первого медицинского университета имени Павлова. Ну, вот раз мы здесь с вами, и недавно здесь как раз было празднование юбилея профессора Владимира Федоровича Семиглазова, и еще раз мы его, конечно, хотим поздравить. Сил, здоровья, дай Бог каждому в этом возрасте, да, быть таким же энергичным и участвовать во многих конференциях и докладах. А в этом году также был юбилей, и мы праздновали и празднуем до сих пор, и отмечаем 70-летие нашего диспансера. Если затронуть историю, то первое специализированное онкотеракальное отделение как раз было открыто в диспансере, который располагался и располагается в здании бывшем, где изначально был институт онкологии, сейчас имени Петрова, да, на Каменном острове. И в 65-м году открытие таракального отделения, 65-го года, 51-летний опыт диагностики лечения опухоли легкого, средостения, пищевода и желудка, в том числе и малоинвазивной диагностики, о которой мы сейчас поговорим. Ну вот если вспоминать, то Эрнест Яковлевич Друхин, наверное, очень долго, более 30 лет был заведующим нашим отделением, соответственно, его работы были и диссертации посвящены диагностике, в том числе и малоинвазивной диагностике, хотя это был 71-й год, да, то есть бифуркационная пункция, медиастеноскопия в оценке распространения рака легкого. Ну а если конкретно к диагностике рака легкого выделяют неинвазивную-инвазивную, ну и, соответственно, малоинвазивную диагностику с минимальной травмой, которую возможно выполнять амбулаторно или в дневном стационаре. Мы поговорим о трансстракальной биопсии, это относится к биопсии к инцизионной, если используется трепан, игла, либо к тонкоигольной аспирационной биопсии, если мы получаем только материал для цитологического исследования. Ну, разбив малоинвазивную диагностику, естественно, на первом месте все больные при всех стадиях исследуются с помощью эндоскопических методов бронхогастроскопии с использованием эндоузии датчиков через бронхиальной и через пищеводной биопсии. Но часто это при этих исследованиях получить материал не удается, тогда следующим этапом в именно морфологической диагностике стоит трансстракальная биопсия. Здесь, как я уже сказал, можно использовать иглы различного диаметра, соответственно, мы получаем и различные материалы. Чем тоньше игла, тем меньше материала, тем менее чувствительен и специфичен метод при биопсии лёгкого лимфоузла в средостении. Соответственно, беря иглы от 14 до 20G и уже с различными полуавтоматами, автоматами, ручные иглы с гельветинного типа, мы получаем столбик ткани, который можно использовать в дальнейшем не только для морфологии, но и иммуногистохимии, молекулярной генетики, которая, естественно, используется сейчас в основе, лежит дальнейшего лечения больных с распространённым, прежде всего, раком лёгкого. Поэтому трансстракальная биопсия, она была, есть и пока будет, естественно, более распространённым во всех тракальных онкологических отделениях для диагностики, прежде всего, морфологически рака лёгкого, а также любых очаговых образований лёгких, это вторичное метастатическое поражение, а также при опухолях средостения, метастатическом поражении средостения. Ну, соответственно, если это выполняется под рентгеном и лучшим КТ-контролем, то это более чувствительный метод, чем при периферическом раке и при периферических очаговых образованиях, чем эндоскопия со всеми её современными возможностями. Ну, вот ещё варианты различных используемых игл, и на слайде представлен вариант биопсии, ну, тут пристеночное образование, которое, возможно, опять же, биопсию выполнить с помощью УЗИ. Противопоказания к трансстракальной биопсии абсолютно – это, соответственно, биопсия единственного лёгкого, тяжёлые формы хронически-абструктивной болезни лёгких, ну, общие для всех инвазивных вмешательств. Соответственно, метод выбора контроля при трансстракальной биопсии – это трёхмерное КТ, если это медиастинальные лимфатические узлы или опухоли средостения переднего, чаще всего это под контролем УЗИ. Осложнения чаще всего, наиболее часто, это пневмоторакс и кровотечение. Ну, кровотечение – это в виде кровохаркань оккупирующегося, либо, что реже, кровотечение внутриплевральное. Крайне редко различные вазово-агальные реакции из давления долей лёгкого, это уже послеоперационные, если какие-то воздействия. Ну, летальный исход крайне редко описан. Метастазирование по ходу биопсии, ну, вот в литературе, опять же, крайне редко описан после таких воздействий, игла гильотинная чаще всего. Мы хотим представить первый опыт как раз использования системы навигации, которая разработана в Италии была, и вот итальянцы используют уже лет 10 её. Мы с декабря этого года, соответственно, прибор, основные компоненты – это камера инфракрасного излучения, монитор, устройство управления, процессор, соответственно, это называется «Сирио» по названию самой яркой звезды, непосредственно связан с процессором и самим компьютерным томографом, с компьютерным томографом, и, соответственно, всё это синхронизируется, выводится на экран прибора. Ну, для чего, так сказать, идут разработки в этом направлении? Естественно, стандартная методика, она отработана под воздействием КТ, но высока доза облучения, а также продолжительность проведения процедуры. Минимально допустимый диаметр новообразования для пункции под контролем КТ или КТ-флюороскопии, ну, примерно около сантиметра. И то, если эти образования находятся где-то в области средостения или корня лёгкого, то даже и сантиметр слишком мало, что новая система позволяет уменьшить в несколько раз дозу облучения, продолжительность проведения и, опять же, минимально допустимого размерного образования. Ну, на слайде представлен примерно алгоритм, о котором мы сейчас поговорим, вывода на экран и проведение биопсии, в частности, вот периферического образования лёгкого. То есть, соответственно, Сирио позволяет выстроить наилучшую траекторию для достижения цели в обход жизненно важных образований, в обход булл, в обход, естественно, и костных образований, которые иногда мешают для пункции маленьких образований, лёгких и расположенных достаточно глубоко. В Сирио используются технологии инфракрасного излучения, которая позволяет отслеживать положение сфер, установленных на компонентах уже на коже пациента. И на компонентах используем аппаратуры. То есть, здесь различные подставки для иглы, направляющий инструмент, датчики пациента, маркеры положения тела пациента, потому что очень важно, чтобы контролировать и дыхание в момент воздействия, плюс, чтобы пациент не сместился. При смещении, естественно, мы не получим никакого результата, кроме осложнений. Соответственно, эти датчики наносят, фиксируются к коже пациента, располагаются маркеры вокруг переоперационной области, выполняется оптимальное положение в зависимости от того, где, как мы хотим выполнить биопсию. Выполняется КТ, которые снимки переносятся в процессор уже непосредственно на Сирию. Перемещается здесь уже датчик иглы и джойстик, с помощью которого мы выбираем оптимальный метод воздействия, как наиболее кратчайший и безопасный путь к образованию. После этого этот путь фиксируется уже непосредственно в режиме реального времени в приборе. Мы снимаем и регистрируем иглу. Тут используются различные полуавтоматические, автоматические иглы. Фиксация иглы, соответственно, иглы бывают разного диаметра, их сразу не внесёшь, прибор считывает размер иглы, диаметр, соответственно, поместив её специально на датчик пациента. После регистрации иглы уже вводится игла по заранее намеченной траектории, фиксированной, и всё это контролируется в режиме реального времени на экране, без какого-то вида облучения. То есть игла вводится, мы контролируем, естественно, после проведения местной анестезии, и происходит уже биопсия, допустим, метастаза в лёгком, определённого узла в лёгком. Но также эта методика позволяет не только использовать её при образовании лёгких, но также в различных опухолях, в абдоминальных и лимфатических узлах опухолей почек и надпочечниках, метастазах в позвоночниках, в костях, что не так распространено, допустим, в России, особенно биопсия костей, это сирио как метод выбора. Кроме того, сирио позволяет использовать её, кроме биопсии, в различных уже лечебных методах, как выполнение термокриоабляции, вертеропластики, введение препаратов, дренирование, аспирации и так далее. Ну, если анализировать несколько исследований, проведённых в Италии, я не буду тут останавливаться, но доказано, опять же, что уменьшено количество, прежде всего, время процедуры, количество КТ-сканов, соответственно, облучения и средняя доза, полученная пациентами. Соответственно, уменьшена длина диаметра образования и процент осложнений по данным нескольких исследований, по данным нескольких центров. Около 10 центров используют в Италии этот прибор. На 6-м таракальном отделении онкодиспансера с декабря 2015 года по настоящее время выполнено 45 операций у 43 больных, двум пациентам, одной пациентке повторно использовали мы эту процедуру, одной, с двух сторон выполнена биопсия. Соответственно, характеристика пациентов – это чаще всего рак лёгкого, метастазы в лёгкого, опухоли средостения, большей частью женщин, средний возраст 60 лет, ну, тут молодого возраста пациенты с опухолями средостения и пожилой был даже старше 80 лет опухоли лёгкого. Соответственно, большей частью это за 60 лет сопутствующей патологии. Целью операции была морфологическая верификация. В одном случае мы использовали сирию для заведения дренажа при ограниченной пиеме после операционной плевры. Локализация очага, большей частью, в лёгком, 4 в средостении, один раз пунктировали печень, и вот один раз установка дренажа плевральной полости. Минимальный размер очага, достигнутого с помощью сирио, это 8 мм. Один раз выполнялась транстракальная биопсия обоих лёгких, один раз повторная биопсия. Использовались полуавтоматические гильотины и трепаны-иглы диаметром от 14 до 18 g, длиной 20 см. Число манипуляций, то есть во время одной операции выполнялось от 1 до 6 биопсий. Соответственно, во всех случаях получен материал для морфологического исследования, на один раз установлен дренаж. Материал направлялся на цитологическое и гистологическое исследование. Но вот если брать гистологическое исследование, то почти 85% подтвердился диагноз. Соответственно, пациенты были комплексно и комбинированно пролечены, включая хирургическое лечение. В 7 случаях неполученной опухолевой клетки выполнялась повторная транстракальная биопсия, либо торакоскопическая биопсия лёгкого, либо хирургическое лечение. Но об истинных ошибках пока говорить рано, ещё не проанализировано много результатов, отдалённых, скажем так, уже послеоперационных. Но чувствительная специфичность, она варьирует от 80 до 90% в нашем исследовании, соответственно, приближаясь к максимальным цифрам и западных исследований. Осложнения стандартные. Пневмоторакс, потребовавший дренирования у 4 больных, пневмоторакс, незначительный, потребовавший наблюдения у 5 больных, кровохаркание 1-2 степени, потребовавший консервативного лечения в течение 1-2 дней у 4 больных. Для примера клинический случай, кроме биопсии, я был на стажировке 2 дня, как раз в двух клиниках в Италии, соответственно, участвовал в лечебном процессе, в биопсиях. И вот одной из пациентки, для примера, 82 лет, выполнена в начале биопсия, образование периферического в лёгком, размером около 3 см, подтверждён диагноз аденокарциномы, отказана по функциональным показателям в проведении хирургического вмешательства и выполнена криоабляция, опять же, с использованием сирио, который в этой манипуляции как раз участвовал. То есть это практически в условиях дневного стационара, бабушка пришла, выполнена установка катетеров, абляция и, соответственно, результаты послеоперационные. Преимущества сирио, их много, но некоторые, может быть, относительно сомнительные, да, сокращение дозы облучения, сокращение времени процедуры на первом месте и повышение эффективности. Ну, соответственно, благодаря 3D-реконструкции, одновременного контроля в режиме реального времени, что сейчас, естественно, во многих процедурах в медицине используется, это очень важно для достижения как раз эффективности, да, для достижения этого минимальных размеров очага, для достижения его возможности в биопсии. Соответственно, это позволяет большее количество выполнить успешных вмешательств и более безопасность. Ну, относительно простота в использовании, если регулярно использовать, непродолжительное использование КТ-кабинета, улучшение рабочего процесса. Если говорить коротко, уже имея свой опыт, то прежде всего это полное отсутствие дозы облучения для персонала, да, то есть персонал не облучается вообще, да, при этой процедуре никак, да, то есть и сокращение дозы облучения для пациента. Увеличение точности и чувствительности метода и возможность биопсии из труднодоступных мест, это мы уже подтвердили, да, то есть в обход бул, в обход костных, прикорневых зон средостения, корня лёгкого. И возможности биопсии очагов менее 1-2 сантиметров, что там при стандартной рентген-флюоро- или КТ-флюороскопии иногда невозможно. Какие проблемы? Ну, проблема малого материала, она везде в мире, да, стоит, но у нас она может быть более острая. Если вот то, что кратковременной стажировки я был, там при биопсии стандартной выполняется одна, один раз забор материала, один и всё, никогда, да, то есть нам этого материала хватает одного столбика ткани. Мы сталкиваемся очень часто, что материала мало, да, для морфологии его хватило, для иммуногистохимии хватило, для молекулярной генетики уже не хватило, нам мало материала, повторяйте или берите больше. Поэтому, как я уже вам показал, от 1 до 6, то есть чаще всего 2-3-4 раза мы повторяем забор материала. Это, естественно, повышает процент осложнений. Стоимость и наличие расходных материалов. Ну, современный метод, требующий, естественно, расходных материалов, но мы, как в России, грамотно подходим, оптимально и часто используем то, что действительно можно использовать повторно, да, то, что не контактирует. То есть эти огромные наборы, да, которые из них требующие стерилизации, там, может быть, один или два, да, предмета, а остальные, конечно же, можно использовать повторно. Поэтому фирмы, допустим, эти наборы уже перебирают специально для нас. Это сокращает финансовую составляющую. Ну, и, конечно, это специально оборудованные кабинеты. В рамках нашего исследования это был КТ-кабинет. Может быть, лучше, естественно, это рентген-хирургический кабинет, где уже непосредственно это выполняется рентгенохирургами. В заключении, ну, хочется сказать, что, ну, по крайней мере, метод можно использовать, и он является информативным, точным и, прежде всего, безопасным, да, особенно для персонала. И, соответственно, будем его широко применять, модифицировать. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за интересный доклад. У кого есть вопросы к Дмитрию Александровичу, давайте. Можно короткий вопрос, но я так понимаю, что это пассивная навигационная система, скорее всего, так по виду, и потому что вы рассказывали. С ними есть некоторые проблемы, вот, в частности, в грудной стенке, ну, в животе вообще огромные проблемы. В грудной стенке они тоже ощутимые. Вы же, наверное, регистрируетесь после того, как вы сделали КТ-изображение. У вас должны быть какие-то точки регистрации. Вот по нашему опыту, просто мы там несколько лет назад пробовали это делать, довольно существенные всё-таки сдвиги. Вот в опухоли очаги 1-2 сантиметра, учитывая то, что точки регистрации смещаются во время дыхания, честно говоря, у меня вызывает сомнение, что можно уверенно попасть. И второй вопрос, в связи с этим, выполняли ли вы КТ-исследование уже какое-то финальное, то есть тогда, когда вы к очагу подобрали, чтобы убедиться в том, что вы всё-таки там, потому что сдвиги могут быть довольно серьёзные. Они могут быть вот в этой ситуации, ну, там, 5-6-7 даже до миллиметра, то есть до сантиметра. Да, это спасибо за вопрос, актуальный, естественно, такой практический вопрос. Для этого здесь и разработана, да, эта система такой вот в виртуальности отдалённого контроля с датчиками пациента. При отклонении от, особенно вот значимом отклонении, то аппарат сразу фиксирует, сигнализирует нам, он не даёт выполнять исследование, экран не фиксирует сразу иглу, да, то есть тут как минимум 4 датчика присутствуют для контроля дыхания и смещения пациента, что в итоге требует, если действительно пациент сместился, там, закашлял и так далее, повтор КТ, повтор синхронизации с КТ, да, то есть новых фиксаций новых этих данных, да, соответственно. По поводу контроля, естественно, требуется КТ-контроль, движение и так далее, иглы, особенно если это маленькие участки. Ну, что я могу сказать, опять же, на практике наши рентгенологи сокращают это к минимуму, да, то есть считают. То есть у нас получается один, вот один начальный скан, может быть, ещё один-два максимум. Вот в Италии присутствовав при этих процедурах в два раза больше, там, они контролируют, подошли к образованию, проконтролировали КТ, да, то есть, как говорится, на Сирию надейся, а всё равно сделай ещё лишнее КТ. То есть просто если при стандартной процедуре без Сирио, значит, они делают ещё в два раза больше, да, этих сканов. Мы к минимуму сводим, но в итоге 2-3 скана получается в любом случае. Другое дело, что повторные можно делать только участка, где выполняется биопсия. Но, опять же, к вопросу, первая, да, всегда точка, вот первая биопсия, мы, вот чаще всего, когда вот нам надо, вот второй, третий раз мы уже подводим к чугу иглу и делаем КТ, потому что тут уже варианты смещения, опять же, того же, даже пневмоторекс на миллиметр, он уже смещает движение иглой, естественно. Ещё, пожалуйста, Андрей Иванович, да, давайте. Уважаемый Петербург Алексеевич, у нас тоже в нашем Петербургском онкоцентре есть опыт роботизированной стереотоксической биопсии, где-то около 50 человек прошло, примерно такие же показатели чувствительности, специфичности. Но пока шло исследование, всё было замечательно, потому что, ну, писалась работа научная, но практически сейчас в повседневной практике мы практически от неё отказались, поскольку слишком много времени занимает сама процедура. Вот вы не сказали, сколько конкретно у вас. Если обычный рентген или КТ телевидения, который мы используем, либо УЗИ, от 5 до 20 минут, ну, после того, как пациент попадает под аппарат, то при роботизированной биопсии у нас робиоиндийский аппарат, правда, ну, практически близнец, вот, это от 20 минут, ну, это минимум 40 и больше, пока настроишь, пока уложишь, пока там не сработало, здесь приклеил. В общем, очень много времени занимает, и в повседневной практике просто тогда надо убить день на такого пациента. И при этом мы только при, действительно, локализации опухоли в каких-то анатомически рискованных зонах делаем, это, например, корневая локализация, ещё что-то в этом, вроде, параортальное. Андрей Иванович. Как вашему по времени ситуацию. Да, я понял. Вопрос понял, Андрей Иванович, спасибо. Тут особо, в принципе, сильно добавить нечего. То есть, если при субплевральном образовании доступны УЗИ, конечно, метод – это УЗИ, да, контроль. Если, ну, как-то доступно по-другому, может быть, естественно, обычная рентгенофлюроскопия, она быстрее, да, выполнима. Большое образование, опять же, где-то в субплевральной зоне возможно выполнение биопсии. И многие, некоторые, вернее, доктора, так и продолжают действовать, потому что, естественно, эта процедура больше, чем пришёл в рентген-кабинет под рентгеноскопией, поставил, быстро выполнил исследование. А сколько времени времени занимает? Занимает от 15 до 30 минут. Если стандартно, если, опять же, не сбиваются датчики, никаких проблем, около 15-20 минут, да, и отработанная методика. Если бывают, да, что-то с сдвиги, то 30-40 минут, да, естественно. Но, опять же, тут вопрос, кто… полное отсутствие облучения. Я вот, как вот появилась эта возможность, я ни разу не ходил в рентген-кабинет. Зачем идти облучаться, непонятно, да, для чего. Если можно вывести, во-первых, более точно сделать, да, потерять больше времени. Да, согласен, больше времени, чем в рентген-кабинете. Ну, естественно, учитывая, что большое количество различных мелко-очаговых образований, этот метод более точнее будет использованием предпочтительно. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Все, спасибо огромное. Спасибо большое.